Большое развернутое видео про матершинные слова, да? То есть, почему они плохие, почему они хорошие, с какого хрена вообще люди матерятся и так далее. То есть, матершинные слова – это то, что люди договорились называть матершинными словами. Самое, что интересно, в основном матершинные слова, они стали, скорее всего, основаны на религиозных каких-то догмах, да? Скорее всего, религиозные основания были для того, чтобы назвать эти слова плохими, злыми, еще какими-то, да? Потому что все слова, которые у нас считаются матершинными, это которые, если отнести к церкви, да, неважно какой, то это первородный грех. То есть, это все, что связано с писюнами. Блять, хер там и так далее, хуй, да? То есть, это все, что связано именно с писюнами, женскими или мужскими. И люди договорились называть эти писюны, ну, то есть, название этих писюнов плохим. Также мы могли бы вот назвать эту перчатку, допустим, эта перчатка, это самое страшное матершинное слово. И мы будем такой, да пошел ты в перчатку или на перчатку, да? То есть, никакой разницы нету. И всего лишь разница, скорее всего, не скорее всего, а 100%, что это обусловлено церковными догмами, да? То есть, именно вот этим первородным грехом. Потому что, например, слово хуй по-китайски там пять значений, что ли. Уй-хи-хи-хи. То есть, там чуть-чуть интонация меняется, да? У нас называется это... Как же называется-то? Ударение. То есть, ударение чуть-чуть меняется, и меняется смысл всего слова. Это абсолютно разные слова. А где-то в Турции еще где-то это слово не матершинное. А у нас оно является матершинным, потому что мы так договорились. Такие же слова есть во всех народах, мирах и так далее. Мира, да? Где-то, возможно, вообще этих матершинных слов не существует. Нет ничего запрещенного. Потому что где-то формировался запрет в основном церковный. То есть, тот, кто вот эти догмы устанавливал жесткие, да? И, ну, тут все сами можете посмотреть. Вот если Россию взять, да? То это все связано с первородным грехом вот этим, да? То есть, первородный грех – описание инструментов для соития, продолжения рода и так далее. То есть, понимаешь? То есть, самые страшные слова – это хуй и пизда. Блядь, ну почему это самые страшные слова? Ну что за херь-то? Ну почему? Ведь это естественный процесс, без которого просто невозможна жизнь. Невозможно, просто невозможно жизнь. Она бы не существовала, если бы это было бы плохо. И у нас самую первую функцию, без которой невозможна жизнь, да? Ее, блин, взяли и возвели в зло. По сути, его возвели в зло. И нам нельзя говорить об этом. А смотрите, например, в Индии, да? Линган, да? Линган, вроде бы, да? Это хуй, шивы! И там же где-то лона женская есть, скорее всего. А может быть, это уже линган – это хуй в пизде. Звучит смешно, потому что все равно на тебя давлеет вот это, блин, у меня получается 40-летнее промывание мозгов. Что это зло. И до сих пор, вот когда я сейчас начинал, ну, начал вот несколько лет ругаться, да, прям вот, ну, раньше с мужиками просто. А сейчас употребляю эти слова. И это зло. Потому что, потому что тебе родители об этом рассказывали с самого детства. Нельзя. По губам лебили, за матершинные слова по губам херачили. Родители херачили по губам за матершинные слова. Вообще злодейство. Просто жесткое злодейство. То есть, и вот, по идее, это у нас половина проблем, они связаны с тем, что вот этот первородный грех, да, возвели в грех. Просто в долбоебизе, по идее-то. Если ты начнешь разбираться, да, вот так вот, подвергать сомнению, просто даже логически рассуждать, то это долбоебизм. Даже слово долбоебизм связано с саитием. Ебизм. То есть, понимаете, это тоже первородный грех. Грех, блядь. А блядь, оказывается, тоже связано с саитием, по сути. То есть, абсолютно любые слова возьми. Если бы мы договорились и называли их другими словами, то есть, какие-то вещи, допустим, доска, да. Доска, да, это очень страшное слово. Оно такое страшное, оно матершинное. Нельзя его произносить. То есть, мы всего лишь договорились. Но на самом деле не мы договорились, а договорились эти догматы. То есть, тот, кто устраивал, тот, кто формировал вот эти догмы религиозные. И они договорились, что все, что связано с хуём и пиздой, это должно быть под запретом. Так что, конечно, очень сложно выйти из этих рамок. Мне даже самому, вот я произношу эти слова, хуй, пизда, да. Мне всё равно тяжело это внутренне, потому что мне по губам били. В детстве били по губам, прям херачили по губам за то, что ты сказал какое-то слово. Я даже помню слово сока, сука. Поэтому получал по губам. Муди, муди, мудак. Слово мудак, за это я помню, получал по губам. А слово мудак это муди. Муди у мужиков. Понимаете? И всё, что с этим связано, это под жёстким запретом. Поэтому мы не должны говорить о соите ни в каком этом плане вообще. То есть, ни в каком даже... Ну, то есть, это должно быть под запретом. И самое, что интересное, так как это под запретом, поэтому самое популярное видео в мире, да, это порнуха. Потому что запретный плод сладок. И если бы порнуха была бы введена в норму, сука, её бы не смотрели. Это была бы норма. А так как это запретный плод, это самое популярное видео. Там, где сосут хуи и лижут пиздёнку. А на самом деле, это нормальное явление. Это нормальное явление. Продолжение рода. Наслаждение. Наслаждение этими органами, да, допустим. Ну, это, скорее всего, наслаждение ввели после запрета. То есть, вот это наслаждение стало после того, как это запретили. Потому что, если бы это было нормой, не было бы такого расслоения, такого акцента на хуях и пиздах. Так что, самое главное, это, может быть, даже логически подойти к этим вопросам. Но ты должен понимать, что всё, что нам рассказывают, это всё концепции. Это всё чьи-то мысли, идеи для управления, для мнения чьего-то и так далее. То есть... Всё хорошо. Не существует матерных слов. Это придумали люди, основываясь на чьём-то бреде. Матерись, если хочешь. Хотя, это сейчас даже на загадательном уровне, да, то есть, материться нельзя. Где-то в госучреждениях и так далее. То есть, церковь, по идее, получается, вошла в структуры государства. Ну, она и была там. Первородный грех. Сам. Думай. Сам. Решай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...